Вот моё атмосферное закулисье, как я снимаю фоточки. Снимаю, собственно говоря, в полной тьме, вообще в полной тьме. И поэтому тут и стоит штатив. Есть у меня совершенно отличная доска. На самом деле, она вот такая вот здоровая. В общем, она у меня служит фотофоном. Я её ещё такой белёсой какой-то фигнёй покрасила, чтобы был а-ля такой лофтовый стиль. И на ней, собственно говоря, я снимаю свои работы. Снимаю, как видите, при естественном свете, потому что иначе получается жёлтый цвет на фотографиях, и это совершенно не здорово. Поэтому я ставлю штатив, как водится, привинчиваю камеру. На самом деле, камера у меня довольно древняя, прям такие сильно древние. Шестидесятка Canon, вот. И, как ни странно, для этих целей её хватает вполне. Вот, объектив 1785, тоже тёмный, он не светосильный, но когда снимаешь со штатива, в общем-то, такое светосилы тоже, тем не менее, хватает. Главное, правильно выстроить перспективу. Главное, правильно поймать фокус. И главное, конечно, дневной свет. Это как бы такой дежурный кадр, потому что потом я начинаю варьировать, добавлять всякий реквизит. Вот, я скоро положу рядом очки солнцезащитные свои и буду уже компоновать кадр с ними. Штатив у меня фотоштатив, не с шаровой головой, вот. Поэтому у него совершенно традиционные для фотоштатива регулировки. Чтобы фотография смотрелась не кривенькой, не косенькой, выравниваем кадр по волокнам фона нашего. Я делаю вот этой вот регулировочкой. Вот, поворачивается туда-сюда камера и, соответственно, кадр меняется. Затягиваю. Кадр ровненький. Сначала делаю общий план, общий план работы. Приближением вот таким вот, вот этой вот кнопкой, максимально четко настраиваю фокус. Я пользуюсь ручным, но это не обязательно. Опять же, все зависит от камеры и, если у вас камера очень светосильная, вот, и позволяет снимать на высоких ISO и светосильный объектив, то эта информация не для вас, вот. Но, поскольку у меня камера древняя темная и объектив тоже темный, я ставлю длинную выдержку, но при этом низкая ISO, чтобы в кадре не появлялись шумы. Поскольку я выкладываю фотографии не только на ярмарку мастеров, не только во Вконтакте, но и в Инстаграм, я компоную кадр так, чтобы он красиво кадрировался на квадрат. Есть еще такие нюансы. Я смотрю, чтобы тени от одного объекта не перекрывали другой объект, чтобы объект и его тень были отдельны от другого объекта. То есть, по факту, вот, лежа на нашем фотофоне, это может все выглядеть одним образом. На кадре нашей камеры, это может все выглядеть совершенно иначе, поэтому важно смотреть именно, как получается у нас на кадре. Далее делаю кадр обратной стороны работы, перевернула, настроила так, чтобы лежало более-менее ровно, чтобы свет у нас освещал из окошка то, что мы хотим показать. На самом деле, я не нащелкиваю миллион кадров, я каждый выстраиваю достаточно тщательно, скажем. Вот, смотрю, как блики у нас ложатся на те объекты, которые мы снимаем. Смотрю, чтобы гармонично строился кадр, и тогда уже перехожу к съемке. Это экономит мне время на обработку фотографий, на отбор фотографий, то есть, редко когда вот по такой предметной съемке у меня получается несколько десятков кадров. Нет, как правило, это до двадцати кадров, а то и где-то пятнадцать, из которых я очень быстренько выбираю лучше. Основная работа, она делается непосредственно на съемке. Сейчас буду снимать магнитный замочек. Вот, важный такой опять же нюанс. Когда мы снимаем блестящие детали, вот их хорошо протереть, чтобы потом на обработке не мучиться с удалением всех этих ненужных штук. Если вы не очень хорошо умеете пользоваться тем же фотошопом, то это превратится действительно в не самую приятную процедуру, удаление всех мусорных шумов, загрязнений. Вот, поэтому лучше протереть все заранее и потом сэкономить свое время и силу. Вот делаю кадр с раскрытым очешником и потом буду фотографировать изнутри, но тут уже сейчас будут танцы с бубном. Я так чувствую, потому что крышечка, клапан очешника, он не держится на самом деле открытым и поэтому мне придется каким-то образом его фиксировать. Сделала кадр со внутренней деталью. На самом деле танец с бубном получился короче чем я рассчитывала. Вот, просто расширила рукой и сняла. Главное при этом руки как-то адекватно сделать, пальчики, чтобы было видно, что они не за корючкой, а более ровно выпрямить свои пальцы. Я люблю делать такие вот вкусненькие крупные кадры. Крупные планы деталей прямо очень показывают качество работы. Они показывают насколько ровный шовчик, они показывают насколько четко и аккуратно все сделано. Ну и напоследок пилю парочку вот таких вот прямо очень крупных планов, чтобы было видно прям фактуру кожи. Они очень живые кадры получаются, очень такие теплые и мне кажется в них удается все-таки передать хотя бы отчасти тактильную приятность вещи. Вот как-то так зачехляю камеру, иду смотреть что получилось. Вам тоже покажу.